Христос воскресе! Дорогие телезрители, мы празднуем Христово воскресение и воскресением Христовым побеждена смерть. Святитель Иоанн Златоуст в своем огласительном слове, которое читается во всех православных храмах за пасхальным богослужением, восклицает Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Ад поруган, ад упразднен, ад опустел. Ни одного мертвеца не осталось во гробе, а тем не менее мы видим, что смерть продолжает косить и косить людей, наших близких, всех тех, кто нам дорог. Но, братья и сестры, смерть бывает разная. Смерть бывает телесная и смерть бывает духовная. Смерть может быть разлукой, разлукой вечной. И вот человечество, потеряв в лице Адама Бога, как источника подлинного бытия, В течение тысячелетий до прихода Христа, как раз и было подвержено именно этой смерти. Даже праведники уходили своими душами вместо печали, уходили в бездну богооставленности. И вот явился в мир Христос, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, Который принял человеческую плоть и Ей приобщился всему тварному. Приобщился к судьбе каждого человека, каждого из нас, нашему голоду, холоду, жажде и, наконец, умиранию и смерти. Он произнес с креста самые страшные слова, которые были сказаны в истории человечества. Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? То есть, в этом Бог явил свою любовь к миру, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый из нас уверился в великой любви Божией ко всем нам. Поистине мы куплены дорогой ценой, и потому давайте, братья и сестры, дорогие телезрители, будем стараться отвечать на эту великую любовь Божию своей любовью. Давайте будем стараться превратить нашу жизнь в благодарение Богу. Давайте будем учиться, будем стараться любить хотя бы одного нашего ближнего, так как всех нас любит и принимает Христос. И вот тогда на земле воцарится царство любви, царство правды, царство Божие. И Бог будет всем во всем, как об этом и говорит в послании к Коринфянам святой апостол Павел. И это все обязательно случится, это случится в конце истории этого нашего видимого мира в последний день, когда все мы воскреснем, воскреснем для новой жизни, для жизни с Богом, которое и даруется нам по Его неизреченной любви. Воистину, воскресе Христос! На всех вас, дорогие мои, призываю Божие благословения!